Ну и следующий доклад о биометрии в практике врача-офтальмолога. Докладчик Атаманенко Андрей Андреевич, врач-офтальмолог, специализация катрактальная хирургия. Сфера интересов, коррекция стигматизма и пресбиопии при использовании интраокулярных линз. Член Европейского общества катрактальных и рефракционных хирургов, член Европейского общества по проблемам сухого глаза, участник электром международной программы развития катаракты, создатель аудиоподкаста «Снова вижу» видеоподкастов «Вопрос к опыту», автор проекта «Основы ФЭК» и доктор-достигатор. Пожалуйста, приветствуем. Спасибо большое за такое тёплое представление. Уважаемые коллеги, рад всех видеть, уважаемый президиум. Я очень счастлив быть здесь с вами, поскольку считаю, что вместе, обсуждая разные вопросы о офтальмологии, мы движемся только вперёд. И сегодня я хочу затронуть такую достаточно обширную тему, как биометрия. Только вот... Ага, всё отлично. Ввиду обширности тематики, конечно, я всё не смогу рассказать, что я бы хотел вам дать за такой короткий промежуток времени. Я понимаю, что здесь в основном некоторые актальные хирурги, и я буду говорить о сфере биометрии, которая будет полезна в практике любому врачу-офтальмологу. Немножко о себе, буквально в двух словах. Я врач-катрактальный хирург, который начинал в прекрасном, бюджетном, многопрофильном учреждении, но затем так же сложилось, что мне пришлось немножко покататься по стране. Я работал и в Тюмени, я работал за полярным кругом, я работал в городе прекрасном Тобольске, и затем я опять вернулся в Омск, где работаю уже в частном медицинском центре. Для чего я это хотел рассказать? Я хочу вам пояснить, что биометрия нужна на всех уровнях, где бы я ни находился, за полярным кругом, когда ко мне приезжали немцы на снегоходах и привозили детей на обследование, или в ультрасовременной клинике. То есть всегда это то, что вам нужно, и что помогает вам интерпризировать результаты и давать ту или иную рекомендацию человеку. Но проблема-то в чем? О том, что обширная очень тематика. Я буду говорить об основах, и здесь, наверное, мы будем говорить о ПЗО и кератометрии. И для особо внимательных слушателей я приготовил подарок, который я озвучу уже в конце этого доклада. Вот такой слайд я захотел вставить, потому что куда бы я ни приезжал, у меня было разное оснащение. В какой-то клинике у меня был последний биометр, у меня было все классно и хорошо, в другой клинике у меня был АСКАН и авторефрактометр, в лучшем случае, а иногда и этого и не было. Поэтому я прекрасно понимаю, что мы в разных условиях, и я постараюсь коротко сказать обо всем и о том, что нужно обращать на что внимание, на что можно где-то сделать скидку. Итак, когда мы говорим о биометрии, это разные параметры, и чаще всего это говорится в контексте катарактальной хирургии, но для человека, который занимается офтальмологией или коррекцией очковой, или контактными линзами, или ночными линзами, основные два параметра, которые вы контролируете, это ПЗО и кератометрия. Они являются ключевыми, и мы будем говорить прежде всего о ПЗО. Сейчас известно принципиально два метода. Это ультразвуковой и оптический метод. Ультразвуковой подразделяется на два. И самый распространенный ультразвуковой, скорее всего, вы видели. Коллеги, кто работал с таким, можете руки поднять. Замечательно, отлично. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Это контактная методика. Мы закапываем капли, проводим анестезию. Детям это крайне некомфортно. Да и взрослым это, если честно, так себе удовольствие. Но тем не менее, если этот прибор у вас есть, и вы качественно с ним работаете, можно получать очень хорошие результаты. Но это сильно завязано на опыте оператора. То есть здесь важно, чтобы человек это делал много, и это была повторяемость этих результатов. Иначе вы можете получать достаточно большую погрешность. В чем основные тонкости? Это упор для рук. Сидя, лежа, можно делать по-разному. На самом деле в разных клиниках это делают по-разному. Обязательно зон под прямым углом, чтобы он был перпендикулярно направлен. Вы должны сравнивать глаза и обязательно сопоставлять это с анамнезом пациента. Потому что когда анамнез не совпадает с измерениями, ну, наверное, где-то просчет. Один из примеров интерфейса. На что здесь лучше обращать внимание? На среднеквадратичное отклонение, стандарт девиэйшн. Это та ошибка, которую прибор закладывает, и желательно, чтобы она была меньше 0,04. Если она больше, это говорит о том, что, наверное, измерение выполнено некачественно. Выполнить это нужно минимум с 10 измерениями. Когда у вас стоит ручной режим, когда вы каждый раз нажимаете на педали или что-то делаете, это, конечно, неудобно. Если есть в вашем приборе автоматический режим, это сильно упростит вашу жизнь. Санограмма. Кто-то, кому-то приносят санограммы, кто-то смотрит их? Или вообще никто не сталкивался? Понятно, оглядываем взглядом. В санограмме важно, на что обращать внимание. Чтобы все пики были одинаковой высоты. Если оператор направляет датчик в сторону, вы увидите разные пики, и это будет ошибкой. Также оператор может попасть в зрительный нерв, и вы не увидите нисходящих пиков. Такое тоже бывает. И также бывает, что оператор, конечно, может избыточно давить на датчик, и вы тогда переднюю и заднюю ось получите не совсем качественную. Таким образом, я хочу сказать, что это, конечно, классная методика в опытных руках, но в мире она перестала применяться, если мы говорим про наших коллег зарубежных. Они, если мы говорим о ультразвуковом методе, перешли на иммерсионный способ. В чем здесь преимущество? В том, что опыт оператора уже может быть не так важен, если вы соблюдаете правильную методику. Здесь контакта прямого с роговицей мы не делаем. Это происходит опосредованно через раствор. В клинике удалось внедрить, я в хороших взаимоотношениях с собственником, мы поговорили, я объяснил. И действительно, когда я объяснил, почему это нужно, нам удалось это сделать, и теперь мы делаем только иммерсионную биометрию, если это необходимо. Здесь, на самом деле, все то же самое, но это лучше делать лежа. Устанавливается по типу линзы Гольдмана, вводится раствор, датчик устанавливается и происходит замер. Контакта с роговицей нет, сонограмма вся точно такая же, но есть отличия. Вы увидите в сонограмме переднюю и заднюю поверхность роговицы. Это единственное отличие, которое вы увидите. Почему лучше использовать именно этот ультразвуковой метод? Потому что по данным множества исследований, за последние 10 лет я смотрел, этот метод сопоставим с оптической биометрией по точности. Поэтому, конечно, если мы говорим о ультразвуке, то лучше применять именно этот метод. Золотой стандарт – это оптическая биометрия, которая может быть основана на принципах преломления света, оптической когерентной томографии и в некоторых случаях методе тассировки лучей. Кто-то знает, что такое метод тассировки лучей? Слышал кто-то про это? Кто увлекается компьютерными играми, возможно, слышал. Это методика, разработанная для воспроизводства графики в компьютерной игре. Я очень упрощенно постараюсь сказать, оптический биометр моделирует прохождение света через оптическую систему и выстраивает ее благодаря этому алгоритму. Но в некоторых биометрах это используется, в некоторых нет. Кто-то поддерживает эту технологию, кто-то нет. Но, тем не менее, я решил это включить, поскольку все-таки такая методика заявлена. Что мы здесь видим? Мы видим четкое наведение в макулярную зону, мы видим рефлексы четкие, мы видим, как, в общем-то, у нас структура ПЗО выглядит. Как выглядит доктор, вернее, что видит доктор, когда он получает распечатку? Он получает достаточно много цифр, и поначалу может казаться сложно. Но на самом деле вы привыкнете, если будете постоянно это интерпретировать. Здесь мы видим полную картину, которая позволяет вам контролировать и предсказывать ту или иную клиническую ситуацию. Это слайд для того, чтобы мы немножко отдохнули, и я вам сказал о том, что все-таки это стоит внедрять. И мы в клинике внедрили абсолютно всем оптическую биометрию. То есть у нас любой пациент, который приходит на диагностику, мы любому пациенту делаем оптическую биометрию. Потому что доктор без этого немножечко не может проконсультировать пациента полностью. В чем принципиальное отличие ультразвукового метода и оптического метода? Это разная глубина измерения. Если мы в одном случае измеряем до внутренней пограничной мембраны, то в другом до пигментного эпителия. И при расчете интерокулярной линзы мы можем получить погрешность. При измерении ПЗО мы можем получить погрешность. Если вам пациент приходит с данными ультразвука, вы сделали ему оптическую биометрию, там разные данные, собака может быть зарыта именно здесь. Если можно так сказать. Также принципиальная разница – это оптическое пятно, которое формируется на сетчатке. При ультразвуке все равно может быть какое-то смещение, и вы не получите четкую фиксацию. При оптической биометрии вы получите четкую точку фиксации. Если мы говорим про ортокератологию, конечно, это оптическая биометрия, поскольку здесь мы получаем то точные данные, и у нас прозрачные оптические среды, как правило, если мы не говорим катаракту. И ко мне так уж сложилось, у нас хорошее взаимоотношение с собственником нашей клиники, за что я ему очень благодарен. Он ко мне приходит и говорит, Андрей, давай мы для детского отделения выберем биометр. Какой биометр лучше? Я начал сравнивать, смотреть и, собственно говоря, делать какие-то плюсы, минусы. И мы пришел к такому выводу, что на самом деле у каждого оптического биометра есть свои достоинства и свои какие-то недостатки. Их сложно назвать. Особенности давайте их так назовем. И я понимаю, что для детского отделения это, конечно, может быть классным решением, но на самом деле оптические биометры по большей части заточены на катарактальную хирургию. И это может быть не совсем то, что вам нужно, потому что там софт другой, там совершенно другие цели у этого прибора, а вы используете только, по сути, одну функцию. Ну, то есть ПЗО, да. И поэтому я, конечно, был просто в восторге, когда узнал, что появился вот такой прибор. Это миопия мастер. Вот он представлен, собственно говоря. Мы можем потом подойти и ознакомиться с ним. В чем его преимущество? В том, что там есть и оптическая биометрия, там есть кератометрия, там есть авторефрактометрия, и также там есть софт, который позволяет контролировать миопию. То есть строятся графики прогрессии, также даются рекомендации по образу жизни пациента. И, насколько мне известно, но меня поправят, если я не прав, есть опросники, которые позволяют также вносить коррективы. То есть это прибор, заточенный конкретно на задачи ортокератолога, как мне кажется, и это должно быть в арсенале клиники точно. Я думаю, что в скором времени у нас так и будет. Что я хочу закрепить? Что сейчас имеют место и ультразвук, и оптическая биометрия, и мы должны знать и о том, и о другом методе. Но контактные методики всегда происходят после бесконтактных. Это всем понятно? Или стоит пояснить? Это всем понятно. Супер. И так мы плавно переходим к кератометрии. Я уверен, что вы все это знаете, но я все-таки хочу повторить, что такое кератометрия. Это физическое измерение двух радиусов, которые перемножили на кератометрический индекс. Он бывает в Азии один, в другой части света другой. Вы его, возможно, видите 1.3375. И это позволяет нам перевести эти цифры в всем привычные диоптрии. И роговица имеет достаточно важную оптическую силу в анатомии глаза и в его функционировании. Но нужно понимать, что разная зона роговицы может давать разное преломление, разную функцию. И это тоже нужно понимать, когда вы интерпретируете результаты. О чем я здесь хочу сказать и что конкретно я имею в виду? Когда я работал только с авторефрактометром, я не совсем понимал, почему некоторые моменты я пропускаю. Дело на самом деле все очень просто. Когда мы делаем кератометрию на этом приборе, у нас 4 точки, которые преломляются на поверхности роговицы. Редко 5. В этом случае прибор просто сканирует эти точки и математически моделирует те данные, которые вы видите уже непосредственно в отчете. И это, конечно, скрининг. Вы можете только что-то заподозрить, но сказать, что наверняка у пациента происходит достаточно сложно. Этот сайт, на самом деле, я делал даже не для катарактальных хирургов, а для врачей с поликлинического звена, потому что есть такая проблема. Многие пациенты не направляются на коррекцию астигматизма. И этот слайд, собственно, целью какой является? Что есть у нас разный астигматизм, и нужно понимать, где какой астигматизм мы видим. Так вот, почему это скрининг? Потому что на кертотопограмме вы можете увидеть вот такую картину, а на авторефрактометре вот такую картину. И, собственно, авторефрактометр может вам дать вполне какие-то приемлемые значения, что, конечно, может быть не совсем правильным, и кертотопограмма – это то, что мы должны делать. Оптические биометры пошли чуть дальше. Четырех точек им стало не хватать, и они увеличили количество точек. Сейчас, на данном примере, это у мастер-семисотый, здесь порядка двадцати одной точки, которая дает те или иные данные. Но у меня вопрос к вам. Как вы думаете, эти точки отражаются от чего? Совершенно верно, не от роговицы, а от слезной пленки. И это нужно знать и понимать, поскольку дефекты этой слезной пленки могут дать, ух, какие сюрпризы. Они могут дать и рефракционные сюрпризы, и при планировании лазерной коррекции, и при катарактальной хирургии. Мы в клинике внедрили вот этот алгоритм, который доступен на европейском обществе, американском обществе офтальмолога. Как готовить пациента, если он планируется на какое-то рефракционное вмешательство, но также мы это применяем относительно ортокертологии, потому что это очень хорошо работает, это та система, которая выставила барьер и не дает, ну если и дает, но очень мало проскочить пациентам с этой проблемой. И, как я уже сказал, сначала бесконтактные методы, затем контактные. Ну и контролируем, если у нас какие-то факторы влияют на кератометрию. В идеале это два прибора, а вообще круто, когда у вас три прибора есть, но я прекрасно понимаю, что у них у всех такая возможность есть. Но это позволяет вам нивелировать ошибку, которая может быть. И если кератопография это скрининг, ой, извиняюсь, если авторефрактометрия это скрининг, то кератопография это более точный метод, который дает вам измерение в каждой точке. Вы не могли бы поднять руку, у кого есть кератопограф на работе? Практически у всех. Замечательно. Ну, видите, на разную аудиторию читаю, поэтому лучше спрошу. Ну, тогда это для вас все знакомо, я не буду на этом подробно останавливаться. Есть кольца пласида, которые вы используете. Мне, как катарактальному хирургу, не очень нравится центральная зона, поскольку она мне не дает то, чего я хочу увидеть. Также мне, как катарактальному хирургу, не нравится то, что он сильно зависим от слезной пленки, потому что эти кольца отражаются. И мне, как катарактальному хирургу, не очень нравится, что я не могу измерить заднюю поверхность роговицы. Но для ваших целей этого может быть вполне достаточно, поэтому этот метод может использоваться. Топографы основаны на камере Шемфлюга. В чем здесь смысл? Крутящаяся камера на 360 градусов делает срезы и потом их математически совмещает, если очень упростить. Здесь то, что мне не нравилось в том топографе, здесь мне нравится. Я это использую более активно. И это менее зависимо от слезной пленки, чем если мы говорим про кольца пласида. Поэтому, конечно, здорово, когда такая возможность есть. Я очень рад, что мы все это используем. Но вам это не сложно, но когда мы говорим для, скажем так, врачей в поликлиническом зоне, тут, конечно, обычно ступор возникает. Но здесь все супер. Здесь аудитория, конечно, подготовленная. Астигматизм. Почему-то я сталкиваюсь с вопросом, что астигматизм – это не такая уж большая проблема. Но мы в своей практике видим, что это проблема, и мы стараемся любой астигматизм максимально корректировать. Если мы говорим про катаракту, 20-40% пациентов нуждаются в коррекции астигматизма. Ну и, конечно, чаще всего они ее не получают. Здесь я обычно говорю, что это действительно проблема. Это модуляция того, как видит пациент с разными типами астигматизма. То есть, как влияет это на качество его зрения. И, конечно, это то, что мы должны рассказывать, объяснять и внедрять. Ну и коротко. Я уверен, что это вы тоже все знаете. Прямой астигматизм. То есть, visceral. Здесь очень удобная аналогия с яйцом. Если яйцо лежит, значит астигматизм правильный. Если яйцо стоит, то это не по правилам. То есть, астигматизм неправильный. Как правило, это позволяет достаточно легко запомнить. И своим коллегам, которые я обучаю этой теме, именно в аспектах катаракты, это, как правило, очень хорошо заходит. Поэтому, если у кого-то были проблемы, пожалуйста. Ну и косой астигматизм. Я думаю, что это тоже мы все прекрасно видели, знаем и практикуем. С яйцом. С яйцом. Яйца здесь как-то не получилось. Висит яйцо. Да, да, да. С яйцом не получилось. Ну и то, что, конечно, мы все видим, это нерегулярный астигматизм. Это, как правило, всегда интересный случай. И здесь здорово, когда, ну как я, как трактальный хирург, работаю с доктором, который занимается склеральной коррекцией. Это всегда здорово. И хорошо, когда такая возможность есть, потому что нерегулярные астигматизмы здорово убираются. И когда особенно мы оперируем пациентов с кератоконусом, я всегда стараюсь как-то максимально убрать, но полностью, конечно, такое я не смогу интеракулярно откорректировать. Мы работаем, как правило, в совокупности с ортокератологами. Итак, коллеги, подарок тех, кто меня сфотографирует и выложит. Я пришлю вот этот гайд, переведенный на русский язык полностью, пошагово, со всеми пометками. Это мой личный перевод. Я сам это делал специально для этой конференции. Поэтому, если хотите получить, пожалуйста, я буду только рад. Спасибо за внимание. Какие у вас есть вопросы? Андрей Андреевич, благодарю за актуальный доклад. Действительно, оптическая биометрия – очень полезный метод не только для планирования катаракты, но и в клинической диагностике. Вопрос. Вы на одном из слайдов упомянули, что вы всем вашим пациентам при первичной диагностике делаете оптическую биометрию. Вопрос не как офтальмолога, а как коммерса больше. У вас сколько стоит консультация первичная? Ну, то есть, если пациент пришел на первичную диагностику. Непонятно, как считать. Ну, я уточню, почему спрашиваю. Входит ли туда оптическая биометрия, заложили ли вы стоимость консультации? Смотрите, мы закладываем ее, конечно, в стоимость. Ни для кого не секрет, это вся информация на сайте есть. Сейчас диагностика стоит что-то порядка 2500. И туда входит оптическая биометрия. Вау, дешево. Приезжайте в Омск на класс. Здорово, здорово. Вашему пациенту повезло. Спасибо. Вопрос. Задача из реальной практики. Воследствии с 2 года пациентка в Омске с 1 классом в перспективном состоянии со зрелой катаракты, и, соответственно, никакая биометрия не варяна. Делаю сканер, получаю эти ситуации на 2. Вызываешь, да, принципиальный вопрос. Делаю УЗИ, есть ощущение, что у нее то ли было какой-то ретро-роздель, то ли, по всему это фиброз, у него утра-фиброз, и при этом сделаю катаракт. При том, что мы понимаем, что на повторной трассе, я повторю вопрос, постараюсь, по крайней мере. Неожиданный вопрос на секции ортокератологии, но тем не менее. Пациентка 82 года, с полной катарактой, единственный глаз, ПЗО 18, насколько я понял, но есть подозрение, что это кровоизлияние, за счет этого ПЗО не совсем корректное. Как рассчитывать линзу, что делать в этой ситуации. Мне кажется, что здесь на самом деле нужно, чтобы катарактальный или витриальный хирург прошелся до диагностики, взял в руки датчик и сделал сам аскан, и посмотрел вот эти самые сонограммы, потому что здесь можно четко определить все-таки, где у нас кровоизлияние по пикам, а где у нас действительно сетчатка. Я думаю, что если бы он немножечко помучил пациентку, и он был очень в этом заинтересован, то все-таки можно было бы определить более корректные данные. Но это бы заняло много времени, это бы заняло минут 40 точно, потому что это, как правило, небыстрая история. Я лично таких пациентов перемеряю сам, потому что я вижу, что что-то не так. Я просто встаю, иду, прием задерживается, ну, надо делать. По сонограмме, конечно, да. То есть смотреть пики, которые я показывал, и постараться все пики вывести на те категории, которые я показал. То есть это у нас передняя, задняя поверхность, хрусталя, сетчатка, и посмотреть вот этот пик как раз от кровоизлияния. А можно вклинюсь? А почему бы не сделать качественное УЗИ? Собственно, по УЗИ. Нет, по УЗИ, как мы поняли, что мы уже поняли, что там кровоизлияние. Нет, не биометрию УЗИшную, а прям УЗИ, УЗИ, да, БЭСКАН. Хорошую, качественную. Нет, я так понял, что БЭСКАН сделали, и уже вопросов нет. По БЭСКАН еще миллиметр ищи. А, ну я, видимо, не совсем понял просто. Ну, то есть если там кровоизлияние, по обычному УЗИ же видно, что... БЭСКАН, конечно, видно, да. Ну, вообще, я, конечно, про ортокератологию мы сегодня. Но вообще при непрозрачных средах, я так понимаю, что всегда БЭСКАН делается? Конечно, всегда. То есть по умолчанию? Да. Нет, нормально. На Западе существует метод, то есть ряд приборов позволяет делать одномоментное БЭСКАНирование и АСКАНирование. Там есть определенный протокол расположения датчика, и в сложных случаях это очень распространено в Германии и во Франции. Они делают дополнительные измерения, с помощью БЭСКАНа контролируют положение АСКАНа, и тем самым высчитывается наиболее точное. Называется биометрия режима БЭСКАНирования. Возвращаемся к ортокератологии. Возвращаемся к АСКАНу. У меня такой вопрос по поводу биометров. Какую мы можем зафиксировать, это, наверное, скорее к вам, минимальную и максимальную длину глазного яблока? Потому что на некоторых биометрах, ну, например, если ПЗО менее 18, то мы не можем, в принципе, определить длину глаза. Это точно. И также вот максимальную длину глаза, я, к сожалению, сейчас не могу сказать, может, мне коллеги подскажут. 40-40. 40, да? 40-40. Да, спасибо. Да, 40. А минимальная? 14. 14? Ну, я за все производители не готов сказать. Это конкретно на Окулиусе, да? Не-не-не. На Окулиусе на миопе. На миопе, мастер. Это уточнение, потому что мы работали и с другими биометрами, и не одним. Но у нас не получилось меньше 18, и как-то достоверно... Аскана, про Аскан речь идет. Про биометры идет оптические речи вашему. Ну, здесь все зависит от производителя. На самом деле, вот у меня самая маленькая ПЗО, которую я смог замерить на его мастере, но опять же у меня с другими целями это делалось, это было 17. Да, то есть меньше у меня не получалось это сделать. На томые у меня получалось до 16 промерить. Томые двухтысячные, если мне память не изменяет. Да-да-да. На Ланстаре, может быть, у меня коллега подскажет, я с Ланстаром, к сожалению, не работал, не могу сказать. Но в среднем это где-то вот да, 16-17 все-таки. Но насколько я понял, что миопия мастера нам позволяет с 14 это делать, поэтому... Ну, да, мы только что услышали технические характеристики. Это я к тому, что у нас в клинике используются оба метода, и контактные, и бесконтактные. Ну, безусловно, контактным мы пользуемся уже крайне редко, но все равно бывают такие случаи. А у меня еще такой вопрос. Ну, честно, у кого есть в практике биометр? Ну, вот видите, почти как кератопография у всех. Почти у всех. Ну, прекрасно. То есть все оценивают прогрессирование миопии подлиннее глазного яблока. Отлично. А это все оптические биометры? Да? Все контактные. Хорошо. Я поняла. Потому что раньше, ну, такой лайфхак, может быть, у кого-то остались только асканы механические. Ну, я имею в виду в ручном режиме. Мы сравнивали ПЗО не по общему ПЗО, а по витрю. Ну, хоть как-то это давало нам момент объективности. Ну, если вдруг у вас есть такая возможность, то вы можете исключить фактор компрессии датчика на роговицу и смотреть в динамике по длине витрю. Ну, хоть как-то такие комментарии. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Я повторю вопрос. Я повторю вопрос. Какая погрешность между ультразвуковым методом и оптическим биометром? На самом деле здесь вопрос в том, кто делает ультразвуковую биометрию, потому что здесь может быть погрешность вообще непредсказуемая. Но данные, которые показывают, где-то порядка 200 микрон спокойно. Наверное, тут скорее вопрос в повторяемости. В повторяемости, конечно, да. Потому что, ну, честно сказать, я сам достаточно много ультразвука делал, но даже у меня, когда я делаю, все равно разные результаты могут быть у одного и того же человека. Я несколько раз перемеряю, и это бывает так, что я мучаю прям пациентов, но я все-таки достигаю каких-то средних результатов. Поэтому здесь это скорее такой метод, когда у нас нет возможности сделать оптическую биометрию, тогда мы его делаем. Но погрешность, конечно, будет в разы выше. А не только по длине будет погрешность, но вы еще по оси можете промазать. Поэтому оптическая биометрия – это золотой стандарт, конечно. Еще вопросы? Да, конечно, Гульнара Владимировна. Спасибо большое за интересный доклад. Я хотела бы немножечко высказаться в защиту ортокератологов, которые, конечно, измеряют не только аксиальную длину и не только даже кератометрию, и в том числе, конечно же, эпохиметрия. Она действительно нужна в том числе и ортокератологам, и ее очень не хватает в Майопе-мастере. Хотелось бы, чтобы ее вернули, потому что она там может быть. Но надо сказать, что интересное наблюдение у нас и по изменению толщины хрусталика на фоне роста ребенка, на фоне ношения определенной коррекции, потому что есть определенное влияние. Я бы хотела сказать одно. Мне кажется, очень не хватило в этом докладе динамической оценки аксиальной длины, потому что мы все-таки работаем не только с оценкой, что происходит сейчас, в данный момент, но нам нужно использовать именно динамическую оценку изменения аксиальной длины. И это то, с чем мы работаем действительно каждый день. Спасибо. Гульнара Владимировна, подождите. Не бросайте микрофон. Да, не бросайте трубку. Хорошо. Динамическая. Поясните, что вы имеете в виду. Разумеется, я думаю, что всем понятно, что наши пациенты, с которыми мы работаем и заняемся, собственно говоря, управлением близорукости, мы пытаемся управлять чем? Аксиальным ростом, который отличается у пациентов с близорукостью от пациентов с гиперметропией или сомитропией. Мало того, эту разницу мы можем заметить за год до манифестации близорукости. Это значит, что мы должны измерять длину глаза не только у тех детей, которые к нам пришли уже с жалобами на снижение зрения, а у их младших братьев и сестер. И желательно вообще у всех детей знать, что происходит с аксиальной длиной по их жизни. Поэтому действительно очень важно измерять всем пациентам аксиальную длину и на всех приемах. И, конечно, для того, чтобы понимать, у пациента избыточный аксиальный рост или нормальный аксиальный рост, у нас должна быть нормативная база, те самые центильные кривые, которые теперь появились в оптических биометрах. Поэтому мы трактуем не только, где находится наш ребенок в данный момент, в какой центильной кривой. Внизу, в середине, вверху. Но и для нас гораздо более важно понимать, как быстро он растет. То есть не считать циферки, сколько выросло за 3 месяца или за 6 месяцев, с какой скоростью он будет меняться за год. А просто увидеть это на центильных кривых и показать это родителям наглядно и убедительно, что ребенку показаны методы контроля миопии. То есть это обоснование назначения лечения и показать родителям, что этот метод эффективен или неэффективен. То есть проконтролировать те назначения, которые вы делаете, и обосновать то лечение, которое вы назначаете ребенку. И самое главное – дождаться момента стабилизации и перед отменой объяснить родителям, что мы и дальше должны проверить после отмены, что будет происходить с аксиальной длиной. Поэтому именно динамическая оценка имеет огромное значение в вопросах контроля миопии. Спасибо огромное. Вы, в общем-то, прочитали матчасть нашей практической части, потому что в современных биометрах, и в том числе в Майопия Мастер, да, действительно зашиты целые протоколы, которые были разработаны институтом Брайана Холдена, и эта нормативная база была сделана, насколько я помню, там что-то невероятное количество пациентов, около полутора тысяч или еще, а я прошу прощения, 24, вот это действительно невероятные тысячи пациентов. И, конечно, мы когда говорим о контроле миопии, то это только динамика. Спасибо, Гунара Владимировна, но я думаю, что теперь мы можем перейти к практической части. Мы сейчас начнем тихонечко переходить, а вы зададите вопрос. Значит, и покажем, что касается контроля миопии, как это выглядит на самом приборе. А пока мы передвигаемся в эту сторону и перенастраиваемся, мы заслушаем еще один вопрос. Пожалуйста. Ну, все зависит от ребенка на самом деле, потому что тут все разные. Ну, самое минимальное, что мы могли сделать, ну, это с пяти лет примерно. С пяти лет мы делали совершенно спокойно. Ну, как бы это это... Ну, в два года, ну, все зависит от ребенка все-таки. Тут не у всех это получается. Да, Андрей Андреевич, тут такое дело. Иногда дети в два года ведут себя лучше, чем дети в сорок пять. Согласен, да, согласен. Но я прошу сделать скидку небольшую, поскольку все-таки я занимаюсь катарактальной хирургией, и, конечно, я в меньшей степени работаю с детьми. Я все-таки еще на предыдущий вопрос отвечу, коротко. Целью доклада не было рассказать о всех методиках, которые существуют. Я, конечно, могу здесь зарядить на два с половиной часа, но это просто не уложится в регламент. И мы запланировали разговоры о этих графиках, про которые любезно упомянули как раз в мастер-классе по миопия мастер. Спасибо. Спасибо. Спасибо.